И чем больше я смотрю ребят, чем больше ко мне приходят ребята, тем больше я понимаю, что у всех есть зацикленность на голове. А как перейти в автономию? А как мне сделать вот это? А как мне сделать вот то? Ребят, по моему опыту, по опыту моих ребят, никак. Никак, вообще никак, если вы не пойдёте через тело, пока вы не уберёте голову. Что это значит? Смотрите, я попробую сейчас вам просто объяснить, чтобы вы точно так же поняли через голову, как идти через тело. Смотрите, когда мы говорим идти в автономию, либо к самому себе через какие-то практики, каждую практику, которую вы делаете, вы её интерпретируете. Вы её интерпретируете через голову. То есть даже йогу. Вот мы сегодня разговаривали с человеком, и вот он мне начал говорить там, ой, какие-то там танцульки, ты что-то танцуешь, какая-то ерунда, это всё не то, это всё не так, вот лучше йога, лучше там какие-то практики, лучше какие-то практики, лучше какие-то. И здесь, смотрите, дело не в лучше какие практики, а здесь дело в том, что как вы пропускаете какую-либо практику, какое-либо движение вашим телом через голову. То есть вы интерпретируете, как я сделал какую-то позу, асан, дыхание, ещё что-то, вы начинаете ловить себя на том, как вы чувствовали в этот момент своё тело. Как только вы начинаете самому себе возвращать, показывать, вспоминать, интерпретировать, чувствование через голову, вы уходите от состояния. вы начинаете себе, если вы отследите, вы начинаете себе выстраивать критерии, что здесь я словил вот это, здесь я не словил ничего, здесь я словил больше-меньше, здесь я ещё что-то словил. И тогда получается, что вы неосознанно отходите от тела, идя через ум. И тогда вы начинаете выбирать практику не телом, а умом, то, что вы смогли максимально интерпретировать через ум, не через тело.